Всем привет, это UwebDesign. Мы продолжаем записывать умные ролики про всякое. Я давно уже обещал в чатике, да не только в чатике, может быть мы в подкастах тоже говорили, что я же запишу ролик про приложение GitHub Desktop, которое вышло еще в июле, по-моему. Я в отпуске был, мне пришло сообщение на почту, что вышел GitHub Desktop. И на самом деле у них уже было приложение с GUI, но оно было отдельное для Mac и для Windows. А теперь они это совместили в одно большое приложение, назвали его GitHub Desktop. Но перед этим мы давайте немного освежим вообще, почему нужно использовать Git и системы контроля версии. Почему Git прост? На самом деле они все примерно одинаковые, но Git она такая одна из суперстарых. Ее придумали для того, чтобы ядро Linux, ну Linux Torvalds придумал, чтобы ядро Linux совместно командой разрабатывает. То есть в общем это все называется системой контроля версии. И Git отличается прежде всего скоростью, несмотря на то, что опять же они сейчас все достаточно скорые, быстрые. Git был по сравнению с SVN, когда только появился, он был прямо очень быстрым. Возможность работать офлайн тоже, это все понятно. Можно все коммитить и в своем локальном репозитории, который хранится у вас на машине, а потом просто, когда появился интернет, синхронизировать это все с удаленным репозиторием, потом деплоить это уже как настроить. То есть если вдруг вы оказываетесь офлайн, то можно не бояться, что все ваши изменения будут как-то не структурированы. Но вы точно так же можете это по веткам и коммитам раскидывать, чтобы всем вашим тиммейтам, когда они потом подконнектятся, было все понятно. Откат ошибок, я думаю, это даже для тех, кто некомандно работает. Это одна из самых важных особенностей Git'а, потому что можно всегда предыдущий релиз выкатить, просто потому что вы ошиблись. И не надо будет жать Ctrl-Z, то есть, ну, грубо говоря, как только вот вы ошиблись сейчас, вы это помните. А если вам нужно откатить ошибку, которую вы допустили в пятницу, а вот вы пришли в понедельник на работу, могут возникнуть проблемы, причем в зависимости от проведенных выходных. Поэтому возможность откатить ошибки внутри Git'а, особенно выбрать, что откатить или откатить весь коммит, это очень круто. Распределение изменений по коммитам. Допустим, вы большой кусок кода достаточно изменили, причем заработались, изменили потом еще один файл и еще один, и все они на самом деле проразные. В одном вы заметили опечатку и поправили опечатку там в стилях, а в другом вы кардинально меняли логику проекта, то, что вам поручил TeamLead. Вы можете это разделить по двум разным коммитам, просто для того, чтобы вашим людям из команды было понятно, чтобы все изменения были структурированы семантически. Ну и ветви для разделения работы, тоже к слову о семантике. Каждый человек может работать над какой-то конкретной фичей, и не хотеть, чтобы пока она не выкачана, чтобы она попала в релиз. Но параллельно работать и с какими-то другими основными базовыми вещами можно все коммиты разделять по ветвям, то есть выделить отдельную ветвь на каком-то уровне проекта, разрабатывать, допустим, другой дизайн админки, и все остальное время подключаться к дизайну фронтенда и так далее, но работать над той самой ветвой, потом, когда она будет завершена, просто сделать pull request, вернуть все изменения, синхронизировать с мастер-веткой и уже непосредственно push-нуть потом в production. То есть это такое логическое разделение, опять же, к слову о семантике всего процесса. Ну и давайте не будем долго рассусоливать, посмотрим демо. Приложение выглядит вот так, то есть как любое классическое... Так, надо включить spectacle. Как любое классическое маковское приложение. Тут светофор, тут какие-то колонки и так далее. Я запустил тот туториал, который меня приветствовал еще, когда я в прошлый раз скачал, это было достаточно давно. На данный момент у меня версия 211. Если вдруг вы это видео смотрите уже в далеком 2016, то наверняка добавят большое количество новых фич, но пока так. И вот нас приветствую, добро пожаловать. Вот посмотрим на стандартный рабочий поток гитхаба. Делайте новую ветку, делайте изменения, открываете pull request, соединяете это все с мастером. Окей, понятно. Сделаем новую ветку, бла-бла-бла. На самом деле делать ветки нужно не только для того, чтобы разделить функционал логически, но и для того, чтобы что-нибудь попробовать. То есть вот, например, если вы хотите коммитнуть какие-то изменения, и у вас один инстанс сервера настроен на мастер ветку, вы можете другой инстанс настроить на свою ветку, которую там тестовую условную бета-ветку, и просто попробовать какие-то изменения на ней, не внося изменения в основной репозиторий, в основную ветвь, чтобы в продакшене ничего не менялось. Нажмите branch и какое-нибудь название написать, tutorial branch, например. Форкнуть из мастера. Можно, если уже существует несколько ветвей, из еще одной, потом из tutorial branch, форкнуть в еще одну. То есть там, не знаю, tutorial branch extended, и форкнуть уже из tutorial branch непосредственно. Это у нас здесь, к сожалению, не показано, видимо, из-за того, что это tutorial, но тем не менее. Здесь показывают, что изменения туда-сюда меняются. И давайте внесем какие-нибудь изменения, нам говорят. Вот нам тут вводят какие-то изменения, типа readme.md, tutorial, this is my tutorial repository. Нужно написать какой-нибудь заголовок, коммит и описание. My first commit. Вау. Коммитим в эту ветку. После того, как мы коммитнули, нам нужно сделать какой-нибудь pull request. То есть вот эти точки, точечками обозначаются коммиты на ветвях. Мы видим, что какой-то коммит все еще не попал в основной проект. Мы либо можем кликнуть на нее, посмотреть, что там было, когда там хэш этого коммита. И после этого нужно нажать на pull request. Все. Мы из-за того, чтобы раньше мастер, вот этот коммит отправляем pull request. То есть pull request можно отправить с серединного коммита, с какого-то другого, там как-то соединить, продолжить и так далее. То есть вот такие, типа, базовые нам показывают, базовые вещи, которые делают в GitHub for Desktop. Я думаю, все, кто работает с Git, они отлично представляют, как это происходит. Кто работает, но с консолью, флаг вам руки, но гуевые приложения, они всегда, то есть с графическим интерфейсом, они всегда будут иметь какой-то свой рынок. И я думаю, что значительно более больше, чем консольные. Хотя я одновременно пользуюсь и теми, и теми. Для моей основной работы я пользуюсь Source 3, то есть вот этой штукой, которая позволяет работать не только с GitHub, но и с Bitbucket. Может быть, я потом на нее тоже сделаю обзор какой-нибудь. Пишите в комментариях, если вам это интересно. Но для того, чтобы побаловаться, можно использовать и GitHub Desktop. Хотя, может быть, если какие-то сайт-проекты, как, например, там, тема для ювеб-дизайн, которую я сейчас делаю, или там цветовая схема, она будет, естественно, только на GitHub. Можно использовать и эту штуковину. А если вы какой-то личный себе гид-сервер подняли, там, в локалке, в интернете, то почему бы и не пользоваться консолью? Это не возбраняется. Ну, здесь написали, типа, бла-бла-бла, посмотрите, можете с этим туториалом что-нибудь сделать, куда-нибудь запушить. Я не буду этого делать. Кстати, OpenInFinder, InTerminal и InAtom. Они нам предлагают своим редактором пользоваться, активно его лоббирует здесь в контекстном меню. У меня он не установлен. Они вот меня прям предлагают сразу его установить. Я не буду. И этот репозиторий удалю. Я тут специально, на самом деле, для этого видео подработал свою цветовую схему UWD Color Scheme. Я сейчас попробую показать. В смысле, как она выглядит. Показать. Так, Localhost, WordPress 4.2.2, WP Admin. Я вот здесь на один из своих локальных WordPress запилил. И смотрите на название 4.2.2. Здесь уже версия 4.3.1 давно. И вот вы видите песочная вот эта тема с синим выделением. Точно такое же, как у нас сейчас в паблике. И вообще, где бы то ни было. Вот вы можете видеть в моем профиле. Она вот она тут. UWD Design. Вот эти цвета, все какие есть, они здесь записаны. И это плагин. То есть вы можете посмотреть. UWD Color Scheme. Это микро плагин для WordPress, который добавляет брендовую цветовую схему UWD Design в Admin. Версия 2.0. Если перейти сейчас на страницу плагина, то это репозиторий на GitHub. И здесь все еще только версия 1.0.1 закомичена. 8 месяцев назад это было. Нужно как-то это исправить. Я работал в PHP Storm. То есть я здесь все изменения произвел. Несмотря на то, что в PHP Storm тоже есть встроенный гид. Можно все заливать туда-сюда и пушить. Мы воспользуемся вот GitHub Desktop. И почему я показал, что PHP Storm? Потому что ID, вот эта директория, это как раз они там хранят кучу всяких, кучу всякой мета-информации, индексируют мои классы, если они есть и так далее, чтобы в подстановке показывать. Я не буду их запуливать в репозитории, просто потому что зачем. Добавлю их в gitignore. Это очень удобно. То есть, если мы сейчас посмотрим в gitignore, то там был только SAS Cache, который от CodeKit остается, который у меня отвечает за сборку фронт-энда. Кстати, обзор на CodeKit я записывал уже достаточно давно. Это прям практически года полтора назад было. Но он, по-моему, все еще актуален. То есть там мажорных версий никаких не выходил. По-прежнему версия номер 2. Так вот, все файлы типа XML, IDName и все файлы типа IML, они в репозиторию не пойдут. Теперь мне... Я рассказывал, что можно делить все это по коммитам. То есть какие-то изменения запушить в одном коммите, а какие-то в другом. Просто для того, чтобы логически что-то разделить. Давайте я сначала запушу README, MD и gitignore. Так, апдейт, README. Так, нет, я по-русски напишу обновил. README, MD. Перевел на русский язык. И это я коммитну в мастер, просто потому что это такие достаточно важные изменения. И почему бы их не коммитнуть в мастер? После того, как я это сделал, мне нужно синхронизировать с гитхабом, потому что если я просто сейчас нажму view on github, то по-прежнему, как вы видите, последний коммит был хрен когда. То есть это изменения не были внесены. Мне нужно нажать синхронизировать. После того, как синхронизируется... Здесь как-то отдельно это закрасится или нет. Да, да, вот эта точечка, как несинхронизированный комминт, стала маленькой, и осталась вот эта одна большая синенькая. Кстати, здесь есть горячая клавиша view on github, alt-command-g, можно прямо отсюда жать, и вы видите, последний коммит был вновью ридми md, здесь все сразу по-русски, и в дизайн color scheme. Стое изменение насчитывает версию 2.0. Версии 2.0 здесь все еще нет, поэтому ее нам тоже нужно коммитнуть отдельно. Я предлагаю нам это сделать. Так, в отдельной ветви, fall 2015, color, вот такая ветвь будет, и все вот эти изменения, которые касаются непосредственно цветов, закоммитить именно в эту ветвь. обновил цвета. Цвета обновлены до версии осень 2015, я так назову. Точка. Коммит. Здесь коммит этот получился, и после этого нам нужно сделать pull request для основной ветви, мастер, все, как мы это делали в туториале. Добавляем это все в мастер ветку. И убираем это. Синхронизировать. Нет, я не... Так, обновил цвета. Нет, оно все еще не за... Не запулено туда-сюда. Черт. Ranch Merch Pull Request. Confirm. Надо подтвердить это здесь. Все, успешно. Сейчас мы это синхронизируем. Я думаю, оно будет... Да, все. Можно эту ветку теперь как-нибудь убрать. Можно оставить так, как есть. вернуться к ней в случае чего. То есть тут это все синхронизируется туда-сюда. Как я понял, отсюда удалить ветвь нельзя из GitHub, Desktop и из приложения, просто потому что... Потому что не получается. В Ubranch делаю, убрать как-то это нельзя. То есть... Очень странно, но тем не менее, видимо удалить ветвь можно только консольной командой или на GitHub.com. То есть я Pull Request сделал, все, и ветку удалил. Сейчас если я здесь нажму синхронизировать... Ага. Это почему-то... локально она все равно осталась. Больше никаких изменений нет. Кстати, если говорить про то, как этот плагин обновляется, микроплагин, например, у нас на ювеб-дизайне. Так, сейчас посмотрим. Установлен плагин GitHub Updater, который... Который... Тут надо, кстати, тоже все это обновить под новый стиль. Ну да ладно, не самое важное. Так вот, GitHub Updater, он ловит вот эти две строки. GitHub Plugin Uri, GitHub Branch Master, и... Ну и версию, естественно. Если что-то где-то обновилось, то он это впоследствии показывает прямо тут. То есть можно в WordPress.org директорию не пушить все изменения, а ставить их только тут. Так, ну здесь UAST.CO обновилось. GitHub Design Color с кем еще не прилетел. Но оно прилетает с какой-то задержкой, потому что он же не все время будет туда-сюда дрыгать этот репозиторий. Поэтому я сейчас тут обновлю. Подождем, может быть, это недолго будет. Я пока покажу, что при добавлении можно добавлять, можно создавать репозиторий, то есть начиная с локального, а потом его закидывать уже на GitHub. Можно добавить локальный репозиторий уже существующий или клонировать какой-нибудь другой, например, там Awesome Geek Podcasts, в который я когда-то тоже contribution делал. Да, у меня он даже остался в директории GitHub. Я посмотрел, какие... Да, Open and Finder. Вы можете посмотреть. Readme.md здесь есть. И тут просто список, гигантский список подкастов, которые вообще известны. И я вот в графу InRussian добавил Europe Design тогда, когда еще это дело было. И отправил чуваку полреквест, когда-то давно было. если мы на GitHub'е посмотрим, то, в принципе, наверное, можем отследить. 36 contributors. и вот он, вот он, вот он, вот он я. Два коммита. Вот когда-то это было на границе июля и августа. Видимо, даже перед отпуском я отправлял. Можно запуливать так, какие-то изменения. И я добавлял еще, вот у меня есть репозитория TestTask, которая на самом деле находится в GitHub'е в том числе. Я там делал тестовое задание, пытался устроиться на работу. И вот он тут ловит, показывает мне те два коммита, которые, собственно, были. Я там практически все делал сразу и просто запушил в репозиторию, чтобы удобнее было проверять. Но как факт, то есть он охотно работает с гитхабовскими, с любыми гитовскими репозиториями на компьютере и пушит их на GitHub. Если сейчас все еще не обновился плагин на сайте, то, кстати, вот подгрузилась в History AwesomeGeek Podcasts. То есть там достаточно давно это все было. Он мерзжил туда-сюда, туда-сюда. И от меня тут даже вот. Много, один месяц назад было это все. Так вот, если сейчас все еще не прилетел в VD Color Skim, то я вырежу это просто из ролика и уже в конце поговорю с вами. Тут после пары ошибок, которые появились из-за того, что я когда-то менял название репозитория с VD Color Skim на точнее на VD Color Skim с веб-сами Color Skim, когда я еще экспериментировал. Поэтому из-за конфликта названия мне пришлось на сервак зайти, выпилить старый плагин, установить новый, но тем не менее версия 2.0 теперь активирована, перейти на страницу тоже работает, автор я и здесь в профиле пользователя вы видите, что появился новый и веб-дизайн с уже измененными цветами, которые вы можете видеть здесь. В нем, конечно, вот эта аналитика UAS-овская не очень видна, но это какие-то частности детали, хотя может быть я после того, как ролик запишу, я попробую что-нибудь с этим придумать. Вообще, если еще смотреть на интерфейс, то тут в настройках на самом деле не так-то много чем можно изменить, только git-конфиг, имя, email, установить command-line-tools, которые будут ограничиваться утилиты GitHub, которые на самом деле просто будут открывать какой-нибудь репозиторий в GitHub Desktop, в GitHub Desktop, то есть, допустим, я сейчас перейду в GitHub OVD Color с кем, точнее, нет, я лучше даже перейду вот там в самовар. GitHub по умолчанию у меня будут открыты, то есть, по умолчанию точечкам не обязательно писать, можно писать GitHub вот так, будет то же самое и он откроет именно этот репозиторий, то есть, тут такая, не то чтобы очень крутая toolzaka онлайновая, но тем не менее. Здесь Remember Open Repository запоминать, какие репозитории были открыты во время окна и так далее. Аккаунты, мой аккаунт на GitHub здесь подключен, можно добавить Enterprise аккаунт, где там приватные репозитории и так далее, то есть, ну, очень-очень базовые настройки, практически нет, файл, новый репозиторий, новая ветка, новое окно, можно несколько GitHub десктопов открыть, если вдруг на разных мониторах нужно смотреть разные репозитории, с этим нет никаких проблем, клоуна, доделокал, то есть, для всех практически вот этих интерфейсовых кнопок есть горячие клавиши, наверное, это даже и круто. Редактировать здесь, можно включить галочку автоматически синхронизировать после коммитинья, нужно вам это или нет, я не знаю насчет того, если я вдруг отключу интернет, смогу ли я синхронизировать, если вот эта штука будет включена, как она мне поможет или не поможет, но, тем не менее, можно даже и мочи здесь включить и в коммитах как-то использовать. Я имею в виду в описаниях. View Uncommitted Changes History, это вот между этими двумя вкладками можно переключаться Command 1, Command 2, это быстро, удобно. Go to commit message сюда, Hide Repository List это убирать колоночку с помощью вот этой кнопки, Go to Filter Repository это вот этот вот input. Показать ветви, синхронизировать, пушнуть, пулить, то есть практически все кнопки, которые вы видите, на них просто есть горячие клавиши Create Pull Request, View Unget Hub, про это я уже сказал, Repository Settings, здесь только Remote адрес этого репозитория и Git Ignore можно посмотреть, можно его вручную дописать, если вдруг такая необходимость возникает. Здесь команда для работы с ветвями, Merchant Master, туда-сюда, то есть если я вернусь вот в эту ветку, они все будут конечно же доступны, кстати, вот и удалить можно отсюда, то есть если локально эту ветку удалить, то это делается отсюда, можно в процессе, если в мастере какое-то важное изменение произошло, а эта фича все еще не разработана, апдейтнуться из мастера, подгрузить оттуда изменения и дальше работать на какой-то конкретной фичи, это все возможно прямо из вот этого интерфейса. я удалю эту ветвь, чтобы она ни мозоли вам, ни глаза, ни там, ни там синхронизируясь на всякий случай, хотя GitHub.com я уже там это удалил, вот 46 минут назад это все было замерчено. И Windows самый просто стандартный, там Fullscreen, Zoom туда-сюда, я думаю, здесь даже не о чем сильно рассказывать, вот это что будет? Shift-O, Shift-Command-O, непонятно. В общем, да, вот такой был ролик про GitHub Desktop, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь в соцсетях, ВК, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, и ставьте звездочки подкасту на iTunes, пишите в комментариях, если хотите еще роликов про инструменты для разработки, потому что всегда приходится выбирать между какой-то новой CSS-технологией, чем-нибудь еще, и непосредственно каким-нибудь практическим инструментом хочется знать ваше мнение. Удачи вам всем дня, пока.